день господень это библейская фраза которую часто используют как синоним конца света да как и слова армагеддон и апокалипсис а также образ иисуса грядущего на белом коне чтобы вершить суд мечом мне кажется всем интересно как же это будет эти картины описаны в последней книге библии но чтобы понять их нужно вернуться к первым страницам в начале бог сотворил прекрасный мир дав людям власть управлять им от своего имени но они поддались искушению исходившему от загадочного существа которая пообещала им вы сможете сами определять что является добром и злом и сами станете богами они так и поступили в результате отношения были разрушены а люди стали жестокими это породило огромные проблемы теперь каждый воевал за себя и боролся за выживание используя смерть как оружие для достижения власти все это привело к истории строительства города под названием вавилон по еврейски бабел люди собрались вместе чтобы привознестись и бросить богу вызов господь знал какие разрушительные последствия будет иметь попытка самим определять что хорошо что плохо словно мы стали богами поэтому он смешал их языки и рассеял их с этого момента вавилон становится в библии символом бунта людей против бога следующий раз мы видим что-то подобное в истории египта да египетский фараон начал побаиваться израильских переселенцев он отдал приказ убивать их детей и использовать рабский труд взрослых это было злом в чистом виде да египет стал следующим и больше версии вавилона там восполняли свои нужды за счет других поменяв местами добро и зло поэтому бог обратил на фараона последствия таких решений его гордость была поглощена смертью после выхода из рабства израиль написал песню о том что бог словно великий воин избавил их от зла евреи запомнили это как тот день день спасения от греховной системы каждый последующий год они отмечали день своего освобождения и символически съедали жертвенного ягненка называемого пасхой конце концов израиль обрел свою землю и собственных царей но также и новых врагов однако ежегодное празднование пасхи вселяло в них надежду на то что однажды снова придет тот день когда бог защитит их от любых угроз то время жил пастух по имени амос бог призвал его стать пророком и сообщить израилю шокирующую новость день господень ожидает не только его врагов но в первую очередь самих евреев что к сожалению лидеры израиля также переосмыслили добро и зло что привело к разврату и насилию божий народ стал подобен вавилону угнетаемые превратились в угнетателей вавилон оказался ловушкой который невозможно избежать и так день господень пришел в жизнь израильтян их завоевали и увели в плен в дальнейшем евреи постоянно находились под властью сменяющихся империй именно на этом этапе рождается иисус да тогда израиль находился под оккупацией рима так что же иисус бросил римлянам вызов и прогнал их прочь ты знаешь нет иисус боролся с настоящим врагом тем нематериальным злом которое ранее заразило вавилон египет израиль и все человечество обещаниями власти и господства именно это иисус отверг будучи искушаем в пустыне когда дьявол предложил ему использовать свою силу в собственных интересах он сам не поддался злу а потом пошел исправлять последствия зла в жизнях других далее иисус заявил что идет в иерусалим на пасху чтобы одержать окончательную победу над злом овладевшим израилем и римом отдав себя жертв умерев но это выглядит как поражение иисус позволил злу атаковать себя его самым главным оружием смертью он верил что божий свет сильнее тьмы и умер словно пасхальный ягненок чтобы явить людям свою любовь тот день что-то изменилось победив зло иисус показал людям новый путь из вавилона открыл им новое понимание власти и жизни на земле хорошо пусть что-то изменилось но зло по-прежнему процветает и продолжает строить новые версии вавилона согласен поэтому последняя книга библии откровения показывает нам будущее говорит о финальном дне господнем когда божье царство столкнется с великим вавилоном символом греховной системы этого мира это и называется армагеддоном и последним судом на котором иисус окончательно победит всякое зло интересно что в книге откровения иисус снова изображен как жертвенный ягненок когда он приходит в мир на белом коне его одежда обогрена кровью еще до начала битвы испачкана кровью что за странный образ главная победа не в пролитие крови других а в том что он пролил свою умерев даже за своих врагов меч исходящий из его уст это символ его власти определять что является добром а что злом а также право окончательно привлечь людей к ответственности за их решение а до этого весть одни господнем является призывом противостать культуре современного вавилона а также обещанием о том что бог однажды очистит наш мир от всякого греха и сотворит нечто новое